Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и сегодня мы с вами вновь окунаемся в компанию Роберта Шиена и Тома Хоппера, которые поделятся с нами новой информацией о съемках некоторых моментов во втором сезоне, своим мнением об определенных сценах и просто ржачными комментариями. Ну и конечно параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт, а если у вас есть желание поддержать канал и отправить теплые обнимашки автору, то бишь мне, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти, все ссылки в описании. Во втором сезоне Клаус, обзавевшись своей сектой, даже не подозревал о том, насколько сильно это его достанет. Все стало настолько серьезно, что в один прекрасный момент мы видим его в трусах, похожих на памперсы, в которых он также перед своей сектой выныривал из вод Индии. Но на самом деле, как не сложно догадаться, это была не Индия. Сцену снимали в озере Онтарио, находящемся на границе США и Канады. Как раз таки Роберта и спросили про эти сцены, и каково ему было расхаживать в этих труселях. Этот прикид был, конечно, печальным зрелищем. Последнее, на что я согласился. Но это было реально позорище. Это, считай, как взрослый подгусник, но я бы не рекомендовал вам его носить. В одной из сцен, где я вылезал из речной канавы... Ну, знаешь, я не хочу разрушать иллюзии людей, но это было не совсем-то привлекательно. Я выныривал там из озера Онтарио. Вроде... Это было вроде в конце сентября, что ли. Так что по ощущениям... О, да. Было холодно, к тому же эта повязка была дико неудобной, понимаешь? То есть... Она была такой запутанной, как кубик Рубика. Но, эм... Этот выход из воды показывал его как своего рода божество. Которое... Втайне держит гирю под водой. Да. И потом... Они такие... Говорят мне, мотор! Да? А, поехали! Окей, давай еще раз. И так мы делали дохрена раз на берегу озера Онтарио весь день. Как бы там ни было, по-моему, Клаусу вообще все к лицу. Что бы он там ни носил, любая тряпка с его движениями и харизмой смотрится идеально. Как известно, сериал Академии Амбрелла снят по одноименному комиксу. Издательством которого занимался Dark Horse Comics. Это независимое издательство комиксов, которое можно считать третьим по величине после Marvel и DC. Их наиболее известные произведения это Город Грехов, Хеллбой, 300 Спартанцев и так далее. Ну и, естественно, у ребят спросили. Раз уж вы уже сыграли супергероев в этой вселенной, то не хотели ли бы вы присоединиться к Marvel или DC? Я бы хотел увидеть наших персонажей в этих вселенных. Я хотел бы увидеть, как наши герои вписались бы вот в эти миры. И увидеть схватку Мстителей с Академией Амбрелла, было бы четко. Я думаю, что они бы там подстроили все под себя. Да, возможно. Мы будем спорить там друг с другом, пока по башке не получим. Да, ударом молота Тора. Ау! Да, вот Лютеру придется драться с Халком. Ну, знаешь... А кто на себя возьмет Тора? Диего? Диего, да... Пятый мог бы взять на себя Тора. В принципе. Может, пятый. Он не сможет просто достать его. Вообще еще Эллисон может... Да, Эллисон против Тора. Эллисон вообще ушатает Тора своими силами. Да, мы просто дадим ей громкоговоритель. Ха-ха-ха. Да. Я уже представил себе эту картину. То есть, если брать именно персонажей, а не актеров, то наша дружная семейка из Академии Амбрелла просто там разосрется как следует и опять устроит апокалипсис. Что приведет к новому перезапуску вселенной, что так любят делать в Марвел, когда сюжет заходит в тупик. Во втором сезоне милашка, обаяшка, скромняшка Лютер очень много кушал, грубо говоря, беспорядочно жрал. Так сказать, он заедал свои проблемы. Хотя даже этот факт не заставил его съесть супер-желе Эллиота. Упаси, Господь, его душу. В общем, Тома спросили как раз-таки об этих сценах беспорядочной жрачки. Насколько трудно было их поставить. Я очень много жрал в этом сезоне. Ну, то есть, я имею в виду, что Лютер много жрал в этом сезоне. Он так эмоционально кушал. Это реально четко был отличный реквизит, что можно было употребить в качестве пищи. И на самом деле мне оказали великолепную поддержку, потому что есть продукты, которые я не ем. Так что ребята прям на славу постарались с этим. Было вкусно и на самом деле даже полезно. Я такой, о, да это круто, надо жрать. Следующий вопрос также касался еды, а точнее мозгов. Тех мозгов, которые семейство Харгривз с удовольствием поглощали на семейном ужине во время глюков у Вани. Ясно-понятно, что мозги на самом деле они не ели. Их спросили, а что же тогда на самом деле это было? Я даже не знаю, я знаю, что было много людей из каста, у которых были особые требования к питанию. Так что для этих актеров, для актеров, у которых были с этим какие-то проблемы, изобрели совершенно новый рецепт, который не содержал бы тех противопоказаний. Так что, ну вообще он был вкусным, кокосовым. Да, на вкус был прям как кокос. Но у него была такая, эээ... У него была очень мерзкая консистенция. Смотрю, ребята, которые занимаются у них реквизитом, просто волшебники. Ведь выдавать одну вещь совсем за другую, это искусство, которое доступно только профи. У персонажа Тома Лютера всегда была нелегкая судьба. То его шпыняют все время, то батя на луну зашлет, то любовь-нелюбовь, то апокалипсис все испортит. В этом сезоне ничуть не лучше, и его персонаж реально берет за душу. Особенно в крутой сцене драки, когда Лютер просит избивать его до смерти. Во время подобных сцен Тому постоянно приходилось делать различные крутые трюки. При этом находясь в этом накладном костюме. Тома спросили, насколько тяжело было ставить трюки, снимаясь в этом костюме. Это совсем другой способ подхода к движениям, чтобы они выглядели правдоподобно. Потому что сама хореография ставится без костюма. И когда на тебя надевают его в тот же день, ты вроде заново опять всему учишься. И ты такой, оу, а без костюма эти движения ощущаются совсем по-другому. Или я не могу ударить дальше, чем нужно, или так же хорошо. И в этом году костюм значительно улучшили. И это было круто. Потому что мы со Стивом Блэкманом просмотрели много версий костюма и думали о том, что можно улучшить. Он стал компактнее, это одно из улучшений, которое сделало его намного лучше, чем в первом сезоне. Так что в этом году было драться намного проще, и это потрясающе. И ведь не только это потрясающе, и сезон вышел тоже зашибенным. Заметно, что он стал на пару голов выше, чем первый. Поэтому ждун на третий сезон уже давно активирован. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok